здравствуйте я телеведущая марина грицук а это аким самый любознательный из моих сыновей недавно он спросил у меня что такое легкие европы а еще ты пообещала покататься на теплоходе и это тоже поэтому решили отправиться на мою родину в брест и брестскую область ведь ответы на его вопросы там эти места уникальны я бы очень хотела чтобы и вы увидели брещен у моими глазами кстати у меня есть альбом в телефоне с моими самыми ценными воспоминаниями ты заметил как быстро мы доехали этот поезд называется штадлер а ты помнишь как еще называют город брест западные ворота нашей страны представляешь мы сейчас находимся на самой границе хочешь покажу каким вокзал был раньше у меня есть фотка еще в девятнадцатом веке эта станция считалась одной из лучших в российской империи здесь куда раньше чем на других железных дорогах появилось электрическое освещение берлин варшава ницца париж прага москва отсюда можно уехать куда угодно сегодня это один из крупнейших железнодорожных узлов центральной европы вокзал сохранил архитектурное очарование прошлого и преобразился благодаря недавней реконструкции когда-то брест первым получил магдебургское право среди белорусских городов да и первый монетный двор в истории беларуси появился здесь же сегодня город не перестает удивлять чего стоит прогулка по советской пешеходной и самой узнаваемой улице города интересно как он выглядел раньше каким он был только представьте это единственный в мире музей средневекового восточнославянского города уникальное место как же нам брещанам все же повезло прислушайся как звучит оживленный город 13 века мы сейчас тобой оказались настоящем квартале древнего бересте в центре экспозиции археологический раскоп деревянные постройки сохранились прекрасно благодаря влажной почве и это большая редкость вам смотри я нашел получается тысячелетняя история бреста у каждого из нас в кармане музей обновили всего год назад он заметно похорошел а достопримечательностей знаковых необычных на брещене много сложно даже сосчитать конечно же это место памяти подвига и самый посещаемый туристический объект не только города но и всей страны мемориальный комплекс брестская крепость героя место которое трепетно хранит память о прошлом и помогает нам ответственно относиться к настоящему когда-то замок в ружанах принадлежал могущественной династии сюда в гости к сапегам приезжали короли и послы а в подвалах говорят даже хранилась казна вкл архитектурному ансамблю повезло его включили в государственную инвестиционную программу реставраторы уже восстановили въездные ворота сейчас работают над флигелем а это дворец пусловских в косово за века он оброс множеством легенд о подземных лабиринтах и привидениях дворец долгое время был не в самом хорошем состоянии и очень преобразился благодаря программе замки беларуси масштабная реставрация которая длила здесь почти десять лет брест растет и развивается на глазах современный динамичный прогрессивный город раньше здесь не было ни этого моста не этой широкой дороге смотри что было на этом месте это западный обход впечатляющую развязку построили к тысячелетию города таким образом брест удалось разгрузить от транспортных потоков вот это масштаб а еще это пример заботы о людях на месте западного обхода раньше стояли частные дома но жители не стали переселять другие районы города специально для них построили комфортное жилье за последние четверть века в городе и области появилось много спортивных объектов узнаете это знаменитый грибной канал именно здесь проходят международные соревнования по академической гребле от первенства европы до чемпионата мира а здесь тренируются чемпионы настоящее и будущее вам дойдем давай гандбол визитная карточка области сильнейшая команда страны это брестский гандбольный клуб имени мешкова да давай не стесняйся можно конечно привет я аким давай сегодня научу тебя забивать голы давай клуб 12-кратный чемпион беларуси постоянный участник и лиги чемпионов еще команда уделяет много внимания подрастающему поколению гандболистов о отлично как быстро после дождя выглянуло солнышко самое время отправиться за грибами что улез у меня есть идея получше отборные шампиньоны выращивают на заводе банше это лучшее предприятие страны по объемам производства своей области а по урожайности в первой пятерки в снг с детства мама училась что грибы нужно срезать но это не про шампиньоны их выкручиваем до грибы здесь действительно собирают вручную это влияет на качество продукта в таком случае она намного выше банше расширяется строить новые комплексы поэтому на работу здесь всегда нужны грибоводы присмотритесь к вакансиям именно в бресте появилась первая свободная экономическая зона беларуси многие предприятия стали настоящими брендами страны дефест есть даже у моих друзей в москве steam дорожная разметка белорусского производства от польши до сша игрушки полесье можно найти на полках магазинов по всему миру а продуктовые бренды здесь какие савушкин продукт известная белорусская молочка натуральная без консервантов а ведь есть еще предприятие в ляховичах кобрине и пружанах 70 процентов белорусского экспорта рыбы конечно это санта бремор любимой не только белорусами продукция брестского и березовского мясокомбинатов брестскую область еще называют землей кормилицей как никак южные края нашей страны здесь отличный климат и порой значительно теплее чем на севере беларуси а земли плодородные многие овощи и фрукты созревают раньше чем в других районах лично для меня нет ничего вкуснее первого томата отсюда а для моих детей первых ягод сбрещены остромейчево одно из лучших хозяйств брестской области и один из первых агрогородков здесь внедряют новые технологии в животноводство и растениеводство выращивают сахарную свеклу яблоки зерновые культуры остромейчево живет и успешно развивается за свои деньги здесь даже есть конно-спортивная школа где бесплатно занимаются дети и подростки до насыщенное у нас получилось приключение ну что попробуешь вам серьёзно конечно ну а мы в беловежскую пущу здесь можно увидеть краснокнижный венерин башмачок хищное растение и попробовать ягоду морожку беловежская пуща эта часть сохранившегося первобытного леса который когда-то простирался от берегов балтийского моря до буга в пуще самая большая в мире популяция европейских зубров ее удалось восстановить благодаря многолетней работе за последние годы заповедная зона стала любимым местом отдыха активных туристов аким ты спрашивал что такое легкие европы и где они находятся сейчас я тебе их покажу такой воздух бывает только на альманских болотах недаром эти места называют легкими европы местные пейзажи поражают песчаные дюны дубравы альманы с высоты напоминают космос это рай для тех кто любит бывать в необычных местах здесь даже появился болотный туризм и желающих получить свою долю экстрима становится больше с каждым сезоном знаменитая белорусская клюква тоже отсюда ее экспортируют в десятки стран мира и ценят за качество и пользу во время сбора свежего урожая осенью болота становятся красными ну что ж мы двигаемся дальше столица полезья пинск а пинщину называют полезской венеции когда-то здесь рек было больше чем дорог и даже торговали в лодках именно отсюда можно отправиться в путешествие на водном транспорте что ты мечтал прокатиться на пароходике вот мы нашли этот симпатичный речной вокзал красота родных мест не знает границ иногда стоит просто найти совсем немного времени и открыть для себя привычное с новой стороны такие путешествия и моменты как эти остаются в памяти навсегда это так ценно ну что теперь ты знаешь где находятся легкие европы где растет самая вкусная для меня клубника мама давай делаем селфи я тоже хочу чтобы у меня был альбом с воспоминаний давай это хорошая идея и это будет твоя беларусь особенная и необычная и и и и и и и и